Приветствую вас, дорогие мои девы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на декабрь, заключительный месяц этого года. Года трудного, что уж там говорить, переломного, наполненного событиями, причем не зависящие от наших каких-то действий, от наших шагов. Но, как говорится, что есть, то есть. Итак, давайте посмотрим, какие главные события вас ожидают в этом месяце. Реализуете ли вы свои планы, намерения, хотелочки. Итак, гвоздем программы или этого прогноза будет, конечно, новогодний сюрприз. Или новогодние сюрпризы, потому что может и не один быть. Но давайте все по порядку. Итак, главные события этого месяца. Начнем традиционно с фона месяца. Каким будет фон месяца. Тут сейчас. Так. Реализуете ли вы свои планы, намерения, желания в этом месяце? Рыцарь мечей. Ну и главный вопрос. Новогодний сюрприз. Либо в канун нового года, либо 31 декабря. Что же за новогодний сюрприз вас ожидает? Отлично, друзья мои, отлично. Двойка чаш. Ну, начнем с первой позиции. Фон месяца. Туз чаш, конечно, говорит о высокой эмоциональности. О событиях, которые будут вас затрагивать до глубины души. Но это могут быть события, связанные с сердечными делами. Знакомство, свадьба, любовь, романтические свидания, объяснение в любви. Причем не обязательно любви мужчины и женщины. Может быть объяснение в любви со стороны близких людей. Это могут быть новости. Это может быть творческий экстаз, который вас окутает, скажем так, очень плотным облаком. Захочется дерзать. Ну, у кого что, конечно, друзья мои. Кто-то может будет писать книги, вернее, начнет книги писать. Кто-то может быть живописью займется. Кто-то может будет что-то вязать, кулинарить, открывать какие-то сайты, касающиеся вашего творчества. Тут может быть все, что хочется, понимаете. Главное, главная эта карта, она доносит вам, что это вам будет к душе. Это вам будет нравиться. Это вас будет наполнять энергией. Это вам будет давать смысл жизни. А почему бы и нет? Некую наполненность. Наполненность вашей души, вашего сердца. Вот как-то так, друзья мои. Что касается планов реализации и намерений. Ну, здесь у нас выпала, конечно, карта, ну, скажем так, рисковатая. Рыцарь мечей, он всегда говорит о напоре. Без всяких компромиссов. Если в этом образе вы, друзья мои, могу сказать вам однозначно. Да. Во что бы то ни стало, вы свои планы и намерения реализуете. Что бы вам это ни стоило. Вы сметете все преграды, все трудности. Всех людей, которые будут стоять на вашем пути. Это карта воина. Причем воина, который ничего не боится. Воина умного, анализирующего, обладающего не только силой, но и еще, друзья мои, информацией. Да. То есть, если вы наметили в этом месяце оформить какие-то документы, может быть, подать документы в судебные инстанции, добиться неких разрешений, связанных с государственными органами, добиться выяснения отношений, защитить свои интересы, у вас получится, друзья мои. Может, будет непросто. Нет. Придется повоевать. Но вы своего добьетесь. Что касается сюрприза новогоднего. Ну, опять вот, посмотрите, друзья мои, фон месяца, туз, чаш, сюрприз, двойка, чаш. Да, двойка, чаш – это чувства, друзья мои. Все, что касается отношений, чувств, каких-то подарков, в том числе, кстати говоря, творческих подарков, озарений – это тоже может явиться сюрпризом. Партнерство, дружеского партнерства, любовного партнерства, неожиданного. Естественно, мы же говорим о сюрпризе. Может откликнуться на ваши порывы или на ваши интересы человек, которого вы бы хотели получить в партнера или в партнерши, но не надеялись на это. И вот, как говорится, здрасте, я ваша тетя. А давай дружить. А давай совместно что-то творить. Это очень хорошая карта. Очень, друзья мои. Кто-то, вполне возможно, неожиданно может познакомиться в Новый год. Займить сердечного партнера или сердечную партнершу. Очень даже реально, друзья мои. Очень реально. Но, как минимум, как минимум сюрпризом может стать встреча. Встреча с человеком или с людьми, которые вам близки и дороги, которые вам приятны. Эта встреча Нового года может быть под ёлкой вместе с человеком, который вам нравится, на которого у вас есть планы. Или с которым вы уже прожили очень долгую совместную жизнь. И вы услышите в этот вечер от него что-то такое, которое, ну, скажем так, заденет струны вашей души, заденет струны вашего сердца. Да? Это любовь, друзья мои. Это любовь. Это чувство. Это радость. То есть, все события, все сюрпризы, которые пройдутся по всем нотам вашей души. Может быть, вот Туз Чаш, он как раз и говорит об этом, друзья мои. Может, он именно и показывает сюрпризы. Вашу реакцию на получение этих сюрпризов. Да, здесь эйфория, здесь восторг, здесь чувство на самом-самом высоком градусе. Ну что ж, дай Бог, чтобы так и было. Ведь мы говорим только о приятных сюрпризах. Ну, а теперь давайте посмотрим, какие события вас ожидают в основных сферах вашей жизни. Начнем с деловой сферы. Что здесь у нас будет? Какие события? Ага, восьмерка Чаш. Давайте, наверное, еще одну. Все понятно. Да, друзья мои, это перемены. Это окончательное решение, принятое по какому-то делу. Может, по работе, может, по бизнесу. Может, какие-то личные дела, хозяйские, домашние. Что-то вы решите окончательно. Что-то вы уберете из своей жизни. С чем-то распрощаетесь. Поменяете свое отношение. Либо к окружению, к деловому окружению. Либо к месту работы, где вы работаете. Или чем вы занимаетесь. Может быть, вы окинете взглядом свою квартиру, дом, вообще место, как говорится, где вы живете, и скажете, ой, что-то надо менять. А не переехать ли мне вообще в другую сторону? Может, даже и за границу. Да, потому что появятся новые планы, друзья мои. Двойка жезлов, она всегда говорит о новых проектах, о новых вариантах, о своего рода выборе. Либо оставаться, либо идти, как говорится, новым путем. Да, ждут изменения, ждут изменения. Вполне возможно, вот эти ваши намерения и планы могут связаны действительно с переездом, с поездкой, с изменением места жительства. Причем планы тут уже явно просчитаны, все проанализировано, как говорится, собрана информация, что уже можно собирать чемоданы и отправляться в путь. Да, друзья мои, изменения, изменения. Какие конкретно, ну, нет смысла их уточнять, они все равно будут разные, потому что вы разные, у вас условия жизни разные, обстоятельства разные. Но наметится прорыв. По крайней мере, в мыслях, в чувствах, в душе вы готовы будете покинуть зону проживания или зону комфорта, как сейчас говорят, и двинуться в новый путь. Что-то менять в своей жизни. В деловой жизни, это все-таки деловая у нас сфера. Что касается финансовой сферы, давайте посмотрим. А, понятно. Ну что ж, друзья мои, солнце, финансовая сфера вполне позволяет мечтать, вполне позволяет уже начинать действовать, что-то менять, что-то корректировать, реализовывать какие-то свои планы. Так что все прекрасно, дорогие мои, все прекрасно. Это может быть финансовая помощь от детей, это может быть финансовая поддержка детей, или вы будете детей поддерживать. Это может быть новое дело, новая идея, которая принесет новые источники доходов. Это могут быть расходы, связанные с какими-то сердечными желаниями. Причем крупные расходы, друзья мои. Да, крупные расходы. Как говорится, зачем ущемлять себя? Вот у нас туз, чаш. Хочу. Хочу и получу. Если не сам или сама, то, друзья мои, это может быть и финансовая, ну не скажем так, подмога, а финансовое вливание вашего партнера или партнерши. В том числе и финансовое вливание от вашего совместного бизнеса, семейного бизнеса. Отличная карта. Вот лучше не придумаешь, друзья мои. Так что, если у вас есть какие-то наметки, если есть какие-то планы по продажам, по покупкам, солнце светит, солнце дает добро. Отношения. Давайте посмотрим, какие события в сфере отношений для тех, кто в паре. Угу. Ну, двойка Пентакли, конечно, она не говорит о стабильности. Нет, это своего рода качели, 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 качели. Сегодня прекрасно, завтра чуть-чуть тучка набежала, послезавтра вообще не понятие, как говорится, тайм-аут взяли. И вот так вот. Ну, друзья мои, в принципе, это не есть плохо. Иногда как раз именно эти качели дают разнообразие, что ли, в отношениях. Как выявляют новые грани отношений. Позволяют лучше рассмотреть своего партнёра или партнёршу. И, что самое главное, позволяют и в себе разобраться. Что конкретно вы хотите. Может что-то изменить, может что-то исправить. Не исключено, что каким-то образом могут повлиять на ваши отношения финансовые дела. Ну, тут, как говорится, в плюс или минус сложно сказать. Ну, давайте ещё одну карту выложим всё-таки. Ага, тройка жезлов. Да, есть некие планы. Ну, не хочется говорить о треугольнике любовном. Хотя, в принципе, двойка Пентакли, конечно, может тоже показать интерес, интерес, который есть на стороне. Но то, что тройка жезлов говорит о желании изменить отношения, это очень большая вероятность. Да, мои хорошие, большая вероятность. Хочется обновления, хочется изменений. Ну, а уж что по факту выйдет, это уже, как говорится, вам решать, друзья мои. Может, действительно хочется любви. И, кстати говоря, двойка чаш, как сюрприз, может и действительно явиться рычагом. Да, рычагом к изменениям ваших отношений. Уж в какую сторону, сложно сказать. Но, если это так, то намерения, посмотрите, намерения в декабре по рыцарю мечей будут жестковатые. Жестковатые. Если что-то вас не устраивает, вы, как говорится, одним махом меча можете всё кардинально поменять. Ладно, свободные девы, давайте посмотрим, а что у вас, какие события в личной жизни ожидаются. Да всё замечательно. Посмотрите, девятка чаш. Тут даже, знаете, глядя на рисунок, не добавить, не прибавить. Человек доволен. Возможно, доволен появлением новых поклонников или поклонницей. Возможно, тем, что у вас есть варианты выбора. Я в этой карте не вижу, чтобы вы переживали от того, что вы свободны, что у вас нет партнёра или партнёрши. Может, потому что вы уверены, что стоит только вам захотеть, и у вас он появится. Или она появится. И я не исключаю тот момент, что, смотрите, двойка чаш у нас новогодний сюрприз. Вот он, друзья мои, да, знакомство. Внимание со стороны поклонников или поклонниц. Даже может возникнуть выбор. То есть не один и не одна, а несколько человек будут заинтересованы в связи с вами. И вам надо будет выбрать, кто больше подходит. Ну, декабрь. Декабрь не говорит об окончательном выборе. Скорее всего, вы будете наслаждаться вот этим флёром новых чувств, новых отношений, новых событий. Поэтому всё замечательно, мои хорошие. Всё замечательно. Идём дальше. У нас осталась ещё одна позиция. Совет карт Таро. И совет нам будет давать Таро Шаманов. Я долго ждала эту колоду. Два месяца она ко мне шла. Наконец-то пришла. А то Татьяна Шаманова и без Таро Шаманов. Как-то вроде бы нелогично, правильно? Ну, так как она у меня буквально на днях пришла, естественно, я не успел ознакомиться с нею, понять, прочувствовать. То есть впереди очень много работы с этой колодой. Поэтому сегодня мы, наверное, больше будем рассматривать классическое значение выпавшей карты на совет. Ну, насколько это применимо, конечно, будет к этой колоде. Вот. Но, тем не менее, я всё-таки рискнула дебютировать, сделать дебют для этой колоды. Потому что вы сами можете посмотреть на рисунок выпавшей карты. И сами можете понять или принять какие-то вибрации. То есть, может, даже совершенно отличные от моей трактовки. И отнеситесь, конечно, к этому серьёзно. И именно ваша индивидуальная трактовка, она может сказать намного больше, чем моя. Итак, совет Таро-шаманов. Что же рекомендует вам Таро на декабрь? Какой совет дают шаманы вам? Дама-чаш. Это в классическом варианте. В колоде же Таро-шаманов эта карта называется Мать-Морей. Да, Мать-Морей. Ну, карта, такое у меня ощущение, в первую очередь говорит о эмоциональном состоянии. И советует, на мой взгляд, проявить заботу. Заботу о людях, которые вам дороги. Которых вы любите. С которыми хотите быть рядом. Кто занимается творчеством, здесь вот прямой совет, мои хорошие. Абсолютно прямой совет. Окунитесь ещё больше. Не бойтесь своих замыслов. Раскройте границы своих желаний в творчестве, естественно. А может, даже и не в творчестве. Вы чувствуете, что у нас здесь туз-чаш. И на совет выпала королева-чаш. Как бы идёт такой посыл. Не бойтесь своих чувств. Выражайте их. Любите. Наслаждайтесь. Заботьтесь. И принимайте заботу, и принимайте любовь. Именно в декабре это будет очень важно. Вот такие рекомендации. Ну что ж, на этом я заканчиваю, мои хорошие, прогноз на декабрь. Мне остаётся пожелать вам обязательно здоровья. Насыщенного, интересного, результативного декабря. Благополучия, взаимопонимания, любви. И самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале.